Дорогие друзья, всем привет! И сегодня давайте с вами поговорим про Аркадия Михайловича Гантовника. Подведем итог его работе в Братстве Совета Церквей. Если и есть какой-то святой, которого можно было бы канонизировать в Братстве Совета Церквей, этим человеком мог оказаться Аркадий Михайлович Гантовник. Ну, конечно же, не Ефремова же или Антонюка в их хороших костюмах канонизировать во святые. Святые, они, знаете, они особые какие-то. И он действительно, как и всякий святой в православной церкви или в католической, он очень колоритная фигура, очень загадочный. С одной стороны, он необычайно вежливый. Достаточно вспомнить, как он вел себя по отношению к ученикам, которые засыпали на его уроках. И он говорил, тише, тише, не будите. Или он встречал сестричку на курсах, которая от неимоверной нагрузки запиралась где-то в гардеробе и просто рыдала. И он ее вытаскивал оттуда и утешал. Как-то вот говорил, все, сегодня не занимайся, иди отдохни. И с другой стороны, если вы вдруг попадались на разборки Аркадия Михайловича Гантовника, то он выражался у вас довольно жестко. Один брат к нему подошел и говорит, Аркадий Михайлович, в своих лекциях по музыке вы по мне прошлись, и мне это очень было неприятно. И Аркадий Михайлович ему сказал такую фразу, брат, извини, мы метились по сатане, а попали по тебе. Я думаю, конечно, такую фразу услышать не слишком приятно. С одной стороны, он очень аскетичный, уподобляясь Блаженному Августину, повторяя вот эту фразу, что если я сижу на богослужении и гимн начинает меня услаждать больше, чем слово, то вот это наслаждение опасно. И Аркадий Михайлович постоянно подчеркивает, он пытался дойти до какой-то святости во всем, не только отрешившись от классики, от эстрады, но также и сказавши, что если в наших церквах наши произведения, вот эти вот духовные произведения вдруг начнут нас услаждать больше, чем слово, которое в них поется, то нам нужно и от этого отказаться. И с другой стороны, Аркадий Михайлович написал самые красивые произведения. Интересно, что на его похоронах один брат делится свидетельством, что он слушал произведения Аркадия Михайловича Гантовника в наушниках, включал их на всю громкость, одевал наушники и услаждался, услаждался. Он говорит, я фантазировал, как я вот дирижирую эти произведения. И вы знаете, вот Аркадий Михайлович такой великий композитор, я так вот мечтал продирижировать его произведения. И вот сейчас вот здесь на этих похоронах мне посчастливилось, я вот могу продирижировать его произведения. Вы знаете, мне кажется, Аркадий Михайлович в гробу бы перевернулся от этих слов. Как человек его произведения на всю громкость в наушниках и услаждается этим. С одной стороны, Аркадий Михайлович, он был глубочайший мыслитель. Его проповеди на молитвенных часах, на курсах желали слушать все. С открытым ртом, затаенно слушали, как он проповедует. И с другой стороны, он был необычайно смешной. Об этом даже на его похоронах отмечали, допустим, Вера Ивановна Гусакова, когда говорит, что... И знаете, к нам повернулся Аркадий Михайлович, сказал, вы знаете, я однажды работал в цирке. И я знаю, что происходит в этот момент. Все просто начинают хохотать. Настолько был смешной и юморной Аркадий Михайлович. И это на похоронах постоянно очень многие отмечали. И вы знаете, я вам расскажу такой пример. Это было в Украине, я был на народных курсах. И вот уже курсы в самом разгаре. Все уставшие, измотаны. Это огромная нагрузка. Когда ты постоянно на людях, у тебя нет своего укромного уголка. Ты постоянно вот трудишься, 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 трудишься. Рано встаешь, поздно ложишься. Много домашнего задания. Очень большая нагрузка. И в воскресенье тебе обязательно нужно быть на собрании. И не только на собрании, но и на первом собрании, и на втором собрании. Я помню, мы уставшие курсанты приходим на второе собрание. Просто в сон клонит во время проповедей. Ты просто улетаешь куда-то. И выходит Аркадий Михайлович проповедовать. И он выходит, смотрит на нас, на замученных студентов. И он все прекрасно понимает, что вот мы просто отрубаемся на собрании. И вы знаете, он немножко решил нас или ободрить, или взбодрить. Он такие шутки отпускал с кафедры. И я не знаю, я просто... У меня живот болел. Представляете, у меня живот болел. Я сгибался чуть ли не в три погибели на этом собрании. Там просто все собрание ухатывалось на собрании. Это было животное невероятное. И знаете, вот эта нагрузка эмоциональная на курсах. И потом вот эта вот разрядка. И ты уже просто не можешь себя контролировать. Мы просто валялись там буквально под скамейками. Ну, конечно, не в буквальном смысле, да. Вот. Но было нас... Ну, просто я просто разрывался от смеха. И я помню, рядом со мной сидит брат, а он местный. И я вдруг поворачиваюсь к нему, хохочу, просто сил нету удержаться. Поворачиваюсь на него, а он смотрит на меня, как вы знаете, как на пятидесятника, на харизмата, который вот на него святой смех напал. Он не может понять, где он оказался. Что происходит? Это что? Это собрание? Это богослужение? Вот. Но... И у него был настолько осуждающий взор, что он не стал настолько стыдно перед этим братом. Вот. Но мы-то уже знали Аркадия Михайловича и его шутки, и как-то... И плюс усталость, которая была, и его желание как-то ободрить нас. Вот. Удивительный был человек, и в нем вот это все вместе сочеталось. С одной стороны, он удивительно трогательный человек. Вот. Рассказывает о нем, когда вот на курсах стали все вместе петь, не вечно буду я скитаться, и он просто разрыдался. Его просто сотрясало от слез, потому что этот человек, который не имел своего дома, он хотел побыстрее разрешиться от этого, от всего. У него там авоська с собой была, и все. Это все принадлежности, которые у него были, больше у него ничего не было. Как он рассказывал курсантам, когда они ехали в поезде, об этом свидетельствуют братья на его похоронах, что он говорит, вы знаете, вот у вас у всех есть чувство дома? Они говорят, да, у нас у всех есть свой дом, своя семья, родители, там может быть дети у кого-то. Он говорит, вы знаете, а у меня нет этого чувства. Я вот не знаю, что такое чувство дома. И знаете, неимоверно трогательные эти истории, как он хоронил свою супругу, через что ему пришлось пройти. И с другой стороны, он был невероятно компромиссный, да, когда он сказал, что классика это пища свиней. Пища свиней. Он, понимаете, он, у него настолько жесткие фразы произносил, настолько жесткие фразы, он просто пригваждал этими фразами какие-то вот такие вот понятия, которые, ну, простому человеку кажутся довольно естественными, да, что классика, ну, это более-менее что-то нормально. Но он и это пригваждал такими словами, что это пища свиней. С другой стороны, он написал самые яркие произведения, самые ярчайшие произведения, которые поются хорами во всех церквах. Это просто вот, ну, песни, которые настолько легко ложатся. Не только песни, и хоровые произведения, там, более сложные формы. И при этом, при всем, он был совершенно, ну, вот, бездарный преподаватель. Вот вы меня, конечно, извините, сейчас очень много говорят, что он там великий во всем, в преподавании, там, в композиторстве. Но его уроки, вот, когда он проводил с классом урок, это было что-то вот, апогей какой-то, вот, я не знаю, безграмотности, скукоты. Вот, знаете, вот, есть такие преподаватели, как Максим Парафейник или Вера Ивановна Гусакова. У них действительно базис, структурированные знания. И они прям дают, прям, вот, ну, как сказать, вот, чемодан, складывают знания, закрывают этот чемодан, и этот чемодан битком набит. И они могут дать значительно больше, смотря от того, кто перед ними сидит. У Аркадия Михайловича, у него просто был уровень ниже плинтуса. Там просто он рассказывал такие вещи, которые, вот, я не знаю, там, в детском саде можно рассказывать. И вот как-то себе более чего-то крупного выжить не мог. И все это происходило настолько скучно, настолько вяло. Ну, вот он, как преподаватель, был просто вот очень слабенький. Его уроки по инструментовке, его уроки по анализу формы. Я просто, ну, посещал их, да, я расскажу, что там было. На самом деле, студенты, они не просто демонстративно спали, они демонстративно болтали во время его уроков, показывая вот все пренебрежение к его урокам. Понимаете, вот это вот, как сказать, бунтарство, что Аркадий Михайлович, как скучно, как неинтересно. Зачем нам это все? Это все уже пройденные материалы. Или мы не можем понять, к чему это? Что вам? А он сидит там все за своим фортепиано играет, там, произведение, бормочет себе под нос. А в этот момент просто там чуть ли не все ходят, чуть ли не на ушах стоят, да. Ну, это христианские курсы, да, там, все братья и сестры, члены церкви, дирижеры оркестров, да. Вот. Но при этом происходит на уроке просто что-то невероятное. Демонстративно показывают ему свое пренебрежение. И это не только потому, что там собрались какие-то прям совсем такие, ну, нехорошие люди, да. Ну, конечно, на курсах всякие люди, и у них есть довольно плохое поведение, которых, как говорят, послали. Если спросят тебя вообще, что ты делаешь на курсах, то мне надо сказать, что меня послали, да, вот эти вот посланцы от церкви. Нет, не только поэтому, а потому что это были действительно очень слабые уроки. И люди просто демонстративно спали на его уроках. Они просто ложились даже на передних партах и просто спали. Складывали руки и на руках спали. И, знаете, вот этот момент, который вот потом вот как притча во языцах, когда Аркадий Михайлович подходит, и все начинают толкать этого студента, типа, смотри, Аркадий Михайлович на тебя смотрит, ты что спишь-то? А он говорит, не надо, не надо, не будите его, не будите его, пусть спит, пусть отдохнет, пусть отдохнет. Хорошо, что в итоге Аркадия Михайловича по всем предметам заменили, его убрали. Там сейчас Максим Парафенник, другие люди, молодые братья ведут, там, сестры. Аркадия Михайловича нельзя к этому подпускать, все это было вот, вот уровень ниже плинтуса. Конечно же, как и про любого святого, про него ходят разные сказания, да, сказания, такие уже, как бы, легендарные истории о том, как он на курсах постоянно протирал. Всю посуду хлебом, да, вот на курсах там кормят, и он обязательно тарелочку протрет хлебом. Вы знаете, я сам сидел, я сам это видел, и, знаете, в этот момент ты чувствуешь себя настолько неудобно, что ты вот такой вот некультурный человек. Просто поел, ложку бросил, вот там, сестры, мойте, пожалуйста. А вот он сидит и хлебцем на тарелочку свою вычищает, потом этот хлеб съедает. Так неприятно было находиться, и потом какие-то курсанты тоже начинают так делать, и вот это вот, как бы, знаете, зараза, или что это, не знаю, как назвать. Начинают другие подражать, и ты уже чувствуешь, что здесь нужно делать. И на одних курсах эти сестры-повара прикрыли эту тему, они сказали, все, больше никто не имеет права хлебом вытирать тарелки, потому что мы потом не можем понять, где грязная тарелка, а где чистая тарелка. А тарелки-то вы, ну, сами понимаете, что она все равно грязная, если ты ее даже хлебом вытер, потом кому-то другому, если ему достанется такая тарелка, ему будет неудобно, неприятно есть из этой тарелки. Сказание о том, что у него уши были всегда заткнуты, вот эти беруши, затычки в ушах, и когда вот к нему обращается, он вытыкает затычку. Об этом даже на его похоронах было сказано. Действительно, понимаете, вот он находился всегда на курсах, где было постоянно вот оркестры, музыка, это все гремит, гремит в молитвенном доме, каждый музыкальный инструмент, который находится в новом молитве, он, кто-то на нем занимается, кто-то дирижирует, кто-то свистит на флейте, кто-то на баяне играет. Аркадий Михайлович постоянно, постоянно находился в работе, он постоянно что-то сочинял, что-то редактировал, и для этого ему нужно было, конечно же, куда-то уединиться в какую-то тишину, и у него всегда были вот эти беруши, которым он затыкал свои уши и погружался во свой внутренний мир. Он всегда работал в какой-то коморке, вот он говорил, там, приходил в молитвенном дом, там, ну, кабинеты, кабинеты, конечно, для каких-то вот таких, для больших занятий, где вот много людей, а Аркадий Михайлович, ему нужно всегда свой кабинет. У него индивидуальная работа по инструментовке, он вызывал людей, люди приходили к нему по одному, и он смотрел с этими людьми их инструментовки, их аранжировки, еще что-то, да, занимался индивидуально. И также он занимался композиторством постоянно, поэтому ему нужен был какой-то простенький синтезатор и какая-то вот маленькая коморка, вот чуть ли не метр на метр, два на два даже, это вот ему вот уже за глаза. А что это за кабинет в молитвенном домах? Ну, конечно же, это под лестницей, там, я не знаю, там, швабры стоят, ведра, и он говорит, вот-вот-вот-вот-вот, это самое идеальное место. Вот дверь закрывается, где-то под лестницей, все хорошо, ну, знаете, вот он был действительно такой скромный, вот, святой, который довольствовался, вот, вот, самое малое. И вот он там, вот, все эти курсы в этой своей коморке, он никогда не фотографировался. Знаете, насколько это важно для людей, которые приехали на курсы фотографироваться? Фотографироваться, это важно для студентов, это важно для преподавателей. С этими людьми у тебя столько много, ты за этот месяц, ты под соли съел. Для всех было важно получить эту памятную фотографию. Аркадий Михайлович никогда не фотографировался. Его очень сложно было вытащить для общей фотографии, очень сложно было. Он не любил это все дело, он прятался в своей коморке, он занимался, вот, там, а где Аркадий Михайлович? Аркадий Михайлович, нет, ну, позовите, позовите быстрее, Аркадий Михайлович. И вот с трудом его вытаскивали хотя бы на общую фотографию, уж там по группам, уж, и, 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 и уж никто про это не заикался. Он сразу убегал в свою коморку и снова работал. Он действительно был вот этот удивительный человек. Про него ходили вот эти удивительные истории его похождения. Знаете, у всякого святого есть какие-то удивительные похождения. Вот у него тоже. Я помню, как в Новосибирск, это было в 97-98 году, он приехал в молитвен дом, там, поработать и в студии, и с записями. Мы его еще ни разу не видели вживую, и в молитвенном доме переполох. Сегодня приедет Аркадий Михайлович Гантовник, такая какая-то величина. Ну, в то время не было ни фотографии, ни видеосъемки, ничего этого не существовало. Ну, 97-98 года. Вот, никто его вживую не видел. Но все знали, что это величина, это композитор. Человек закончил консерваторию, он пишет музыку, его гимны поются. Должен приехать, должен приехать. Всех ходят с таким ожиданием, да. И, понимаете, его сестра, которая работала при молитвенном доме, там, полы мыла, она его прогнала из молитвенного дома. Прогнала, понимаете, прогнала. Он пришел, знаете, сам приехал. Ну, он же учился в Молосибирске, он поэтому сказал, чтобы его никто не встречал. Сам тайком приехал, он знал, как добраться, да. То есть, как бы он немножко в городе ориентировался. Приехал, а у него авоська. Авоська, и вы знаете, вот этот вот мужичок с авосечкой, весь какой-то неопрятный такой вот пришел, скромный постучался. Это сестра, вы что, вы кто, собрания сейчас у нас нету, приходите. Вот в воскресенье, и до свидания, и дверь закрыла, понимаете. Вот, а где Аркадий Михайлович? Что, что-то он не приезжает, не приезжает. А вот был какой-то, а, так это и есть Аркадий Михайлович, там выбежали все быстрее. Вы, Аркадий Михайлович? Ну, да, я. Аркадий Михайлович. И вот эти вот сказания о его похождениях, они уже становятся просто легендарными. Или вот о его похождениях в его квартиру. Вы знаете, Аркадий Михайлович, я помню, мы соберемся, Аркадий Михайлович, а что, где вы живете? А у вас есть квартира, у вас есть дом. Ну, да, у меня есть квартира. «Да, а почему вы в ней не живете?» «Ну, я как-то раз пришел в нее, а там уже какой-то мужчина был, я постоял, он там живет, и я как бы не стал ему мешать, я ушел». «Как вы ушли, там живет мужчина какой-то?» «Ну, да, и знаете, это все же обрастает не только, как сказать, как правдивая информация, она обрастает какими-то уже дополнительными деталями, когда люди рассказывают, они приукрашивают эти все истории про Аркадия Михайловича, и уже невозможно найти, где правда, где вымысел в этих во всех историях. И, конечно же, он, как любой святой, он даже становится каким-то героем анекдотов, анекдотичный такой вот герой. Можно вот рассказывать, приехал однажды Аркадий Михайлович, да, вот как любой анекдот начинается, и про него постоянно рассказывали вот эти анекдотичные истории. У нас в Новосибирске братья любили рассказывать, что «А я знаю, что Аркадий Михайлович однажды работал в цирке, и про него и его друзья мирские говорили, что как только он появлялся из-за угла, то его друзья начинали хохотать, он был настолько смешно, он работал в цирке». И знаете, действительно ли его друзья так говорили, действительно ли они хохотали, действительно ли его друзья смогли рассказать кому-то из верующих, что этот слух пошел. Это было неважно, просто рассказывали друг другу, что такое было, и все в это верили. Это действительно просто анекдотичная история. Конечно же, Аркадий Михайлович и сам рассказывал вот эти вот анекдотичные истории, не только на собрании, но он порождал вот эту вот культуру анекдотов своей проповеди. Вот знаете, вот это его такой анекдот. Ну вот представьте себе, Вовочка приходит в музыкальную школу. Вовочка вот из христианской семьи, и ему нужно сыграть польку. И вы помните, как он проходит к фортепиано, открывает, и начинает прямо на собрании, прямо на собрании, во время проповеди играть польку. И вы знаете, действительно, чувствуется его мастерство музыкальное в том, что он играл эти польки не так, как мы все пианисты играли в «Братцы Совета Церкви». Мы все пианисты «Братцы Совета Церкви», мы всегда первым делом, чтобы нажать клавишу, мы нажимаем на педаль, да, педаль. Потому что педаль нажал, потом начинаешь перебирать клавиши, и получается какая-то вот такая мышанина, красота. За этим скрывается отсутствие нашей техники. Все пианисты в «Совете Церкви» играют с педалью, и эта педаль, она просто вот бесконечна. А он вдруг начинает играть польку совершенно без педали. Совершенно новое звукоизвлечение, которое необычно для нашего слуха. И не только, что он играет польку, и для нас это просто что-то невероятное на собрании, но он играет эту польку без педали. Совершенно новое звукоизвлечение из фортепиано. И вот этот Вовочка, который приходит, и он как бы ребенок верующих родителей, и вот ему играть надо польку. А как эту польку играть? Вот он, скажите, вот эту польку можно сыграть в духе «Совета Церкви»? Да, вот так вот. Нет, нельзя. Он начинает ее как бы вот так вот мягко играть, с педалью, и получается какая-то размазня. Нет, это полька, и он должен ее играть как польку. Ну, и типа того, что вот этот дух польки, он должен вселяться в этого Вовочку, и эта Вовочка, он как бы соединяется с миром, мир проникает в него, и поэтому как страшно, что Вовочка ходит в музыкальную школу. У Вовочки нельзя ходить в музыкальную школу, иначе он станет совершенно мирским. И потом, когда он встает, из-за фортепиано выходит и говорит, «Господи, прости, Господи, прости». И мы все просто хохочем в этот момент. Может, это выражается не напрямую в смехе, но нам всем смешно, насколько комичная ситуация. Не только то, что это звучит молитвом Антонио, не только что-то анекдот про Вовочку, не только то, что происходит с Вовочкой, но и вот эта фраза в конце Аркадия Михайловича «Господи, прости». И даже непонятно, насколько это он серьезно или не серьезно. Он сейчас шутит или он действительно сейчас серьезно. Вот эта грань, она настолько сложна в нем, вот где-то ее проследить, какой он сейчас. Он сейчас настоящий или он сейчас как актер себя ведет. И вы знаете, это действительно лесковский герой. Вот был такой замечательный русский писатель, лесков. И вот он обрисовал образ русского праведника. И вы знаете, когда мы читаем про этих людей, лесков, это настолько юморно тоже пишет. И эти герои, они настолько колоритные, как Аркадий Михайлович. Он, знаете, как будто просто со страницы лескового сошел и обитает здесь, среди нас, среди нормальных людей. И вот как лесков, он был настолько необычный писатель и писал про необычных людей. И точно такой же вот Аркадий Михайлович. Это просто действительно лесковский герой, русский праведник. Это юродивое братство. Он очарованный странник. Некрещенный поп. Вот знаете, вот эти все произведения лескового, они вот все прямо как в точку ударяют. Очарованный странник. Вот действительно странник, у которого нет никакого прибежища. И с другой стороны, он очарованный. То есть здесь слово чара. То есть он создает какую-то чарующую обстановку и сам увлекается этой чарующей обстановкой. Или он некрещенный поп. Вот это тоже произведение лескового. Некрещенный поп. Вы знаете, действительно, что гантонник, это некрещенный поп. В смысле того, что он ведет себя как служитель. Он яркий как служитель, но при этом он не служитель в братстве. Понимаете? Вот это самое удивительное, что он не служитель. Его так никто и не рукоположил, понимаете, в этом братстве. И при этом он просто какая-то величина. Ну давайте я немножко вам биографию его расскажу. Родился он в 40-м году, прямо перед началом войны. Отец его был еврей, поэтому Аркадий Михайлович постоянно говорят, что он еврей. Его отец был из Мариупольского детского дома. Мать и дочь румынского православного богослова. Историка из Кишинева. Они познакомились в Запорожском вузе. Потом по распределению оказались в Подмосковье. Потом произошла эвакуация. Они оказались в Ташкенте. Но родители его были совершенные атеисты, комсомольцы. В Ташкенте Аркадий Михайлович в 16-17 лет начал заниматься на скрипке. Потом поступил в муз училища. Там проучился 2 года. Потом он пошел работать в цирк. И как говорит Аркадий Михайлович, он захалтурился. Ну вы знаете, когда просто пиликаете на скрипке в цирке, да, то у вас теряется техника, вы уже не обращаете внимания на интонацию. И он бросил тогда цирк. И поступил на теоретика снова в муз училища. На фонотом занимался. Закончил училище как теоретик. И сразу поступил в Ташкентскую консерваторию. Он там немного проучился. И решил рвануть в Новосибирск. Это ему было 20 с небольшим чем-то лет. То есть это получается середина 60-х годов. И он поступает в Новосибирскую консерваторию к профессору Мурову. Так, что у вас, Дима? У меня 4 пьесы в фортепианах. Вариации в русском духе детская полька, французская песня и плясовая. Мы начнем их играть. Потом, может быть, мы прервем. Где-то до конца не будем заслушивать. Потому что мы уже слушали вашу музыку. Муров это, знаете, это величина. Огромная величина. Муров это такой серьезный композитор. Он находится в этот момент в тесной переписке и дружбе с Дмитрием Шестаковичем. Сейчас Шестаковичем был знаком 14 лет. С 61-го года. И из этих 14 лет, 5 лет, я работал в его секретаре. Он был тогда секретарем союза композиторов РСФСР. А я был секретарем. И часто советовался с ним и устно, и письменно. Шестакович, прежде всего, учитель. И учитель музыки, и учитель жизни. Отношение к людям. Отношение к сочинениям. Очень благожелательное всегда. Внимательное, вдумчивое, серьезное. Ведь около него иногда околачивались и бездари. И он терпеливо вообще это выдерживал. Все. Вы знаете, Дмитрий Шестакович, это поиск новых музыкальных выразительных средств. У Шестаковича не все гладко с советской властью. Его то, как бы, так скажем, то отвергают, то снова принимают. И Муров, он как мыслящий человек, как глубочайший человек, он тоже, так скажем, проникается. Понимаете, вот представьте себе вот этот пласт советской эпохи. Когда общество прогнило. И эти люди, такие как Шестакович, такие как Муров, они пытаются противостоять этой советской власти, так скажем, на уровне музыкального языка. И эта советская власть, которая состоит из этих партийных тупых чиновников, которые только и боятся за свою власть и за свою идеологию. Они постоянно в них чувствуют угрозу и поэтому они постоянно с ними борются. И как раз в этот момент попадает к Мурову молодой юноша Аркадий Гонтовник. Он живет в совершенно плохих условиях новосибирские. Здесь, знаете, зима, это совершенно не Ташкент. Муров пишет свою первую симфонию. И про эту первую симфонию говорят, что она настолько подражательская Дмитрию Шестаковичу, что про нее говорят, что здесь Дмитриевич побывал. То есть она вот такая вот подражательская, но Муров продолжает работать, работать. И он пишет третью свою симфонию, которая очень сильно нравится Шестаковичу. Но после того, как происходит исполнение этой третьей симфонии, советская власть, вот эти партийные чиновники, они просто начинают уничтожать Мурова. И, вы знаете, мне кажется, что, наверное, Аркадий Михайлович, учась у Мурова, он знал об этом, обо всем, что происходит с Муровым. Наверное, Муров в своем классе композиторов, он, наверное, проигрывал свои какие-то наброски, делился своими идеями музыкальными. И в этот момент Муров находится в стильнейшей просто опале. Про него пишут не только региональные газеты, но и наши здесь местные партийцы на него обрушиваются, начинаются клеветнические статьи, где говорят, что творчество Мурова – это незрелое, это какофония, это формализм, это авангардизм. Ну, вы действительно, если послушаете третью симфонию, то это, знаете, в какой-то мере это действительно бунт против этой всей системы. Во время учебы в консерватории Аркадий Михайлович подходит к девушке на улице, знакомиться и забирает ее к себе жить. Это его супруга Олик. Они с ней не расписываются, живут в гражданском браке. Девять лет прожил в Новосибирске Аркадий Михайлович. Он закончил консерваторию по классу композитора и музыковеда. А потом его родные переехали из Ташкента в Самару. И он рванул что-то в Самару. Хотя и Новосибирск ему нравился. Ну, что-то вот рванул в Самару. Сам не знает почему. И в Самаре он, кстати, неплохо жил. Он сразу же заработал себе на другую комнату, на квартиру. Но потом случилось так, что его супруга решила ехать в отпуск. Ей надо было пройти обследование. И у ней обнаружили рак. И для нее это была такая трагедия, что она с утра до вечера плакала. И гантовник, как он говорит, я решил ее обмануть Иисусом. Он знал, что религия это опиум. Он не был верующим. Он вообще с этим никогда не соприкасался. И решил ее тогда, ну, раз это опиум, ну, тогда ее обману верой. И вот однажды он со своими собачками, супругой, собачек звали Чапа и Айгуша. Уже смешно, да? Вот. Они прогулялись. И к нему подошел такой романтически настроенный юноша с плащом через руку. И он задал ему вопрос. Скажите, в чем счастье? И тут у них завязались разговоры. И этот юноша настолько набросился на Аркадия Михайловича. Стал ему свидетельствовать. И он стал ему читать духовные стихи. И Аркадий Михайлович говорит, я никогда не слышал духовных стихов. Это было для меня что-то невероятно новое. Вы знаете, и это довольно странно, что Аркадий Михайлович никогда не слушал духовных стихов, потому что Муров, но, правда, это 71-й год, вполне возможно, что, может быть, Аркадий Михайлович уже закончил учиться в консерватории. Но вот именно это уже где-то либо он закончил, либо под конец его обучения Муров пишет Тобольскую симфонию. Представьте себе, Советский Союз, борьба с атеизмом. И Муров берет библейские стихи и составляет из них целую симфонию. Ну, там, сказ про историю России, про Древнюю Русь. Но при этом это все перемежается с отрывками из Священного Писания. Это мощнейшее произведение. Просто очень мощнейшее произведение, которое повествует о прошлом, но говорит оно о сегодняшнем и выносит суд советской власти. Конечно же, это произведение снова не смогло остаться в стороне. На Мурова снова обрушивается огромное количество критики. И вы знаете, я не могу понять, почему так оно происходило, что Гантовник как-то оказался в стороне от взглядов Мурова. Муров, который, представьте себе, в этот момент, он говорит, я поразился Священному Писанию. Что там было написано? Это было для меня настолько ново, настолько необычно. Библия стала моей настольной книгой, но это никак не заметил и об этом никак не знал Акадий Михайлович Гантовник. Вы знаете, отец Андрей, я вот когда углубился, я же изучал духовную литературу и наших классиков, Чайковского, Гречанинова, Рахманинова и других. И когда углубился в тексты на церковно-славянском языке, когда углубился в сущность литургии, я обнаружил там настолько огромные запасы для композитора, не из встраченных, не исчерпанных возможностей, что в моей жизни, конечно, не хватит для того, чтобы я выполнил все свои планы в этом плане, в этом отношении. Потом, вы знаете, вот все, что говорит Аркадий Михайлович про музыку, мне кажется, он как будто не учился у Мурова. Вот этого глубочайшего композитора и мыслителя, как будто это все прошло где-то мимо, как будто вот Аркадий Михайлович не посещал уроки Мурова, я не знаю, почему так. Хотя Аркадий Михайлович говорит, что он учился именно у Мурова. Вот, ну, в общем, Аркадий Михайлович сказал, что он никогда не слышал духовных стихов, это ему все-таки заинтересовало. Они пошли на собрание, пришли на собрание во всех Б, и там во время проповеди он говорит, меня Дух Святой так сильно коснулся, что я просто сам сполз, я не знал, что такое молитва. Не знал, что такое призов, еще что-то. Но я просто сказал, господи, прости. И после этого у него происходит перемена, они возвращаются с супругой домой, и он говорит, телевизор нам надо выкинуть, он будет нам мешать. И они выкидывают телевизор, и после этого начинают ходить на собрание. И в 78-м году он принимает крещение, и через некоторое время умирает его супруга Ольга. При этом, как говорит Гантоник, она должна была уже умереть на тот момент, но он ее и орехами кормил, и гранатовым соком, то есть он пытался все сделать, чтобы преодолеть этот рак. И он отсрочил ей как раз на несколько лет, и она умерла уже как член церкви. Потом у него был друг Серафим, и он пригласил его на собрание в Отрадное, где была община Совета Церквей, и он сказал, что правда их там гонят. Аркадий Михайлович это заинтересовал, они приехали, и как только они приехали, их тут же нагрянула милиция, его отвезли в отделение милиции, и ему спрашивают, кем вы работаете, да, вы гость в этой общине, ага, ну а где вы работаете? Он говорит, я преподаватель в пионер-доме. И он говорит, вы преподаватель в пионер-доме? Он говорит, да. Он говорит, как вы баптист и преподаватель в пионер-доме? И Аркадий Михайлович говорит, уволюсь. И он уволился, и после этого он стал работать дворником в Самаре, и он приходит в Смышляевскую общину города Самара. Ну, Самара, это там отдельный район, Смышляевка, и там туда начинает ходить Аркадий Михайлович. В 84-м году к нему приезжает Овчинников. Слух о том, что вот есть такой композитор образованный, он занимается с детьми на фортепиано, про него, конечно же, услышали в совете церкви более старшие братья, в музыкальном плане не по возрасту, да, приезжает к нему Овчинников, приглашает его трудиться в МХО, но Гантом не говорит, что мне нужно похоронить маму, и в 88-м году, после того, как он похоронил маму, он начинает трудиться в МХО. В 97-м или 98-м годах он приезжает в Новосибирск. В этот момент как раз я уже тружусь в народном оркестре, у меня уже написана первая партитура, и я помню, у нас братья вот этот Андрей Браун и Александр Иванович Нижонный, они такие говорят, давай, это с Аркадем Михайловичем, он там инструментовкой занимается, ты к нему подойди, и чтобы он с тобой позанимался. И они организовали нам встречу с Аркадием Михайловичем, выделили ему время, чтобы он смог со мной посидеть и позаниматься над моей партитурой. Вы знаете, я помню, те времена-то были самые лучшие, наверное, времена, и Нижонный, и Браун, они были такие молоденькие еще братья, там, по-моему, наверное, 40 лет было, наверное, примерно как сейчас я. Да, причем ни у Андрея Брауна, ни у Александра Ивановича Нижонного, у них не было их собственных Андреев Браунов и униженных, которые бы стояли над ними и гнобили бы их, этого ничего не было, они были открыты ко всему новому, все, что они делали, это все принималось на ура. Ну, представьте себе, до этого момента практически вообще ничего не было, ни народных оркестров, ничего, только-только все ставится на ноги, и происходит вот это вот очень динамичное развитие, все новое, берут мирские песни, подставляют к ним христианские слова, поют на собрании, все нормально, слава Богу, происходит, да, вот. Униженные, Браун, они еще такие добрые, открытые, там, Леонид, давай, иди занимайся, послали меня. Я прихожу к Аркадию Михайловичу, вот я помню, это было там в студии, за звукозаписи, студия еще была в старом ремонте, там фортепиано у нас стояло, мы сели, и он такой, ну давай, брат, там, внимательно смотрел, вычищал, почищал, исправлял нотки, и, вы знаете, мне понравилось, что он настолько скрупулезный был ко всяким мелочам, к деталям, вот он говорит, вот посмотри, вот у тебя написано крещендо, да, крещендо, а вот докуда это крещендо, давай посмотрим, и он листает страничку, страничка в партитуре, говорит, а где кончается это крещендо, все время будет крещендо, и крещендо, и крещендо, уже пять страниц, и все крещендо, нет, смотри, вот нужно поставить там, допустим, мецепиано, потом крещендо, а к чему идет крещендо, допустим, либо форта, либо мецофорта, это нужно обязательно проставить, и он ставил вот эти все мелочи, я думаю, зачем вы ставите, зачем вы занимаетесь этими мелочами, давайте вот смотреть музыкальный материал, что мы тратим время, а вот он не мог так, знаете, резиночку у него, карандашик, вот он начинает все стирать, расставлять, мецопиано, мецофорта, крещендо, демидуэндо, смотрит там, потом штрихи, давай смотреть, и знаете, было очень смешно, когда он говорит, вот у тебя у флейты просто нота, а надо вот проставить фразировки, лиги, вот давай, вот он набрал воздух в легкие, и начинает свистеть партию флейты, и вот сколько у него воздуха хватило, там вот лигу закончил, это неправильно, это совершенно уже неправильно, я не знаю, как он отучился в консерватории, даже таких вещей простых не знал, вот, да, вот, но, по крайней мере, он старался во все в это вникать, он причесывал, причесывал, там, смотрел, 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 а в итоге говорит, знаешь что, вот я тебе честно скажу, знаешь, чего не хватает этой партитуры, я говорю, чего, он говорит, обрезание, обрезание, ее просто надо вот, просто ее надо все, ее убрать, все это, все это не пойдет, и вот знаете, я такой счастливый выжил, такой счастливый, это Академия Михайлович, мы с ним два вечера точно занимались, и в итоге он просто крест на всем поставил, да, но он научил меня работать за то, понимаете, он показал, что и как, он разобрал, хоть это, может быть, и был какой-то совершенно, ну, никудышный музыкальный материал, но он поработал с этим материалом, он показал, что и как, в итоге он поставил на ней крест, но я вышел такой счастливый, после этого Аркадий Михайлович поставил крест на моей партитуре, вот, после этого я переписал эту партитуру, поехал уже на музыкальные курсы, на народные, снова с ним встречался, он и от этой, от новой партитуры все остальное отрезал, и оставил только один куплет, и этот куплет, он есть на записях, и когда он там, когда играли оркестром, он уже вышел такой, говорит, ой, откуда он этого всего нахватался, откуда он этого всего нахватался, вы знаете, и так у нас с ним, с Аркадем Михайловичем началось наше сотрудничество, я не скажу, что это было тесное сотрудничество, но я с ним пережил довольно много, потом привозил к нему партитуру, вот минута настает уже, и вот он смотрел, проверял, и практически ничего не редактировал уже, да, потому что, ну, у меня уже было наработанное мастерство, я уже в чем-то разбирался, значит, он лучше, чем Аркадий Михайлович, и вот он вот, вот про эту партитуру, вот минута настает, он сказал, ты знаешь, говорит, это вот образец, образец христианской руссконародной обработки, вот именно такие должны быть все обработки, потому что, вы знаете, там, вот минута написана вот в таком инструментовке, вот именно подголосочная, руссконародная, так скажем, полифония, руссконародный стиль, вот он прям, вот он своим композиторским, так сказать, взглядом увидел то, что она действительно написана, ну, в стиле русского народного оркестра, потому что писали очень много всего, Иосиф Никита писал в стиле таком симфонического какого-то, да, когда он говорит, я, говорит, вообще не знаю, что такое балайки, мне это вообще все это неинтересно, там балайки, что они только не вытворяли, как скрипки там должны были там летать по своей балайке, вот, это все было, конечно, не то, а вот, когда он увидел, он сказал, вот это вот действительно образец, ну, и также у нас был с ним еще один такой момент, когда я написал, не оставлю я вас, и вот мне сказали, там, Максим Парафенник уже проверял у меня ту партитуру, он говорит, ну, давай, разучи с оркестром, а я вот разучиваю с оркестром, и смотрю, Аркадий Михайлович бегает, у него такие вот глаза огромные, он бегает по балкону, у него блокнотик, и вот записывает, он подбежит в одну точку, пишет, в другую точку пишет, в третью точку пишет, ну, я ничего не подозреваю. После этой репетиции спецсовет объявляю, ну, спецсовет и спецсовет, потом Аркадий Михайлович подходит, брат, нам нужно с тобой побеседовать, он зовет меня в свою маленькую комнатку, мы с ним заходим, и он, говорит, достает свой клочок бумажки, так, начнем с хорошего, я помню, хорошая очень быстро закончилась, и потом началось, откуда ты все это понахватался, мы сегодня побывали на мирском концерте, понимаешь? Это было ярко, это было необычно, это было действительно вот что-то невероятное, но это настолько было мирское, вы знаете, он был настолько потрясен, что вот это вот какая-то вот мирская партитура, яркая симфония, вот. Сейчас он, конечно, уже так не слушается совершенно, ее исполняет в церквах, но на тот момент он меня... Ну, там не то что крест, это там претензия была, что, я не знаю, там, я не знаю, там, рок-оперу притащил в собрание, и на собрании исполнил какую-нибудь рок-оперу, понимаете? Вот был такой вот взрыв. Если посмотреть на творчество Аркадия Михайловича, то у него есть песни очень трогательные, да, вот, допустим, песня «Господь, ты жить меня учил», насколько это прекрасная песня. И говорят, что Аркадий Михайлович, когда приехал на композиторский, привез эту песню, то он просто рыдал, когда ее пел, и все, ну, без слез ее невозможно слушать. Из хоровых таких произведений это ярчайшие произведения, считаю, что это просто вот, ну, просто вот высота какая-то, да, это «Помилуй меня, Господи», или «Услышь, Господи, слова мои», или «Услышь, Господи, молитву мою». Ну, Аркадий Михайлович уже много написал на псалмы, и поэтому название немножко как бы дублирует друг друга, да, но эти все произведения, они невероятны, они невероятны, они невероятны по силе, по глубине, каждая нотка на своем месте, каждая новая часть логично вытекает из предыдущей и контрастирует с ней. Эти произведения – это просто образец композиторского письма. Также Аркадий Михайлович пишет такие, так скажем, хоровые песни «Ты покоя искал», вы помните вот это «Ты покоя искал», высочайшая песня, в смысле, по тесситуре, когда все орут как сумасшедшие, он при этом любил теноров ставить выше, чем альтов, и теноры там просто орут, хрипят уже, там все эти высокие, вот и фай, соль. Видимо, Аркадий Михайлович пытался создать такую атмосферу напряженности, экспрессии, и также он написал, как говорят, две такие песни как бы для молодежи, вот образец христианской молодежной песни – это «В моем сердце покой» и «В небесах дом родной». Ну, вы знаете, вот эти две песни, которые надо просто вот так орать, кричать, постоянно в такой экспрессии, но это прекрасные произведения, они останутся в репертуаре, их любят, их исполняют. И, как говорит Овчинников, что Аркадий Михайлович является основателем композиторской школы в МХО. Ну, вы знаете, я вот с этим совершенно не согласен. Дело в том, что и до Гантовника, и до Гантовника, Братцы Совета Церквей уже есть яркие композиторы. Вот, допустим, вот вспомните такое произведение, как «Услышь, Господи, правду». Это сильнейшее произведение, да, и его написал Владимир Петрович Зинченко. Здесь чувствуется рука мастера, ну, я-то его считаю одним из самых величайших композиторов. Вот он, Гантовник, тоже великий, да, но вот Зинченко, он прям, я не знаю, это прям величайшее произведение, я прям в восторге от этого. И Зинченко, он уже лично, уже не видел, не встречался с Гантовником. То есть его, Зинченко, его уже, так скажем, ну, как-то он отошел уже от братства в этот момент. Ну, в общем, Зинченко стоял до Аркадия Михайловича Гантовника, но потом из-за дела Винца, из-за этого разделения, он оказался вне братства, да, вот этот брат, который ездил в Англию учиться, Кручков посылал Владимир Петровича в Англию учиться, понимаете? Он учился в семинарии Сперджина, и вот этот ярчайший талант, написавший вот это мощное произведение для органа и хора, он оказывается вне, и, естественно, потом овчинникам говорит, ну вот, Аркадий Михайлович у нас основоположник, ну, основоположник, извините меня, вы выкинули из братства такие таланты, такие таланты. Вера Ивановна Гусакова, она не меньше, чем Аркадий Михайлович Гантовник, ее произведения «Господь царствует» или другие, это тоже мощное произведение, конечно, на нее оказывает влияние Аркадий Михайлович Гантовник, они как бы движутся в одной упряжке, несомненно, и как Вера Ивановна рассказывает, что я вот напишу произведение, отнесу к Аркадию Михайловичу, вот она там рассказывает про свою партитуру, как прекрасно поют славы, и для народного оркестра отнесла, и Аркадий Михайлович говорит, ну что ты мне носишь, ты уже сама молодец, давай вот как бы сама вставай на свои ноги, двигайся, да, вот, конечно, он находится, ну, как сказать, вот в этом коллективе, который очень мощно развивается, но все же он не, вот я не считаю, что он основоположник композиторской школы, да, он участвует в этом, он соучаствует в этом, я бы так сказал, но основоположник, я все же так не считаю, потом происходит период, что Аркадий Михайлович, вот он написал эти все яркие произведения, они изданы в хоровых выпусках, вы знаете, тоненькие книжечки, которые есть в каждой церкви, потом он уже в конце нулевых снова начинает писать произведения, как говорит общинников, Аркадий Михайлович написал 50 произведений, вы знаете, из этих 50 произведений, я думаю, что процентов 70 это музыкальный мусор, вот я вам честно скажу, да, то есть, ну, так скажем, как человек, который тоже занимался каким-то композиторством на уровне братства Совета Церкви, да, их никто никогда не пел и не будет петь, вот эти произведения даже находятся вот в этих тоненьких книжечках, выпусках, слабые, слабые во всех смыслах, там нету мелодического зерна, они какие-то искусственные, действительно механические, какие-то неестественные ходы, связки, какие-то остановки, вы знаете, вот просто вымочены, вымочены из самого себя, выжатые, как не знаю что, вот про него говорят, что он там много лет пишет свои произведения, да он и потому и писал, что материал неяркий, материал неяркий, и он его мочит, 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 высасывает, 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 и высасывать из него ничего не может, много лет его пишет этот музыкальный материал, Его просто выбросить в ведро И еще говорят, что вот Аркадий Михайлович Он делал так, что на одно произведение Он так писал, потом как бы пытался На это произведение еще разок написать Еще разок, и получалось по 3-4 варианта Одного и того же, и все это прекрасно Вы знаете, в том-то все и дело, что Все эти 3-4 варианта, это все в корзину надо было выбросить Все настолько неярко Все такое неоригинальное Все такое слабенькое Что одно от другого ничем не отличается Понимаете, композитор Он как пишет, он сочиняет Потом что-то переписывает, еще что-то И он находит все более и более выразительные средства А не так, что он написал одно Потом второе, третье, пятое, десятое Десять вариантов написал И говорит, не могу выбрать Так он не может выбрать, потому что они Один другого стоят И это говорит не о достоинстве, а о недостатке 8 лет не писал Потом он начал снова что-то писать Аркадий Михайлович написал новое произведение У него есть такое произведение Уповая на Господа Вы знаете Наислабейшее произведение Наислабейшее И только вот этот пиар Который есть вокруг этого произведения Что Аркадий Михайлович написал И все такие Давайте петь, Аркадий Михайлович Вот новая песня Аркадий Михайлович Да это просто пиар Я не только участвовал в разучивании этого произведения В церковных хорах Как она сложная идет Какая она кривая коса Вот вроде бы началась мелодия Уповая на Господа Что-то пошло, пошло, пошло А потом И все И все стало Все стоит Какие-то непонятные ходы Такое ощущение Что Аркадий Михайлович Начал писать мелодию А потом забыл про мелодию Написал инструментовку К чему-то Понимаете Что-то какие-то ходы Нелепые Кривые Косые Какие-то подпевки А мелодического зерна То уже нету Понимаете Только в самом начале Что-то пошло 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 Ты вроде бы сел Вроде бы воводушевился А потом Мелодического зерна Нет Он мелодию забыл Дописать Понимаете Вот если По-честному Сказать по правде Скажем Как компоненты Сейчас начнут мне Говорить Что я там Только один негатив Или еще что-то И говорят просто Как оно есть Это произведение Поется Только потому Что это Аркадий Михайлович И все Написал бы Его какой-то другой Человек Его бы сказали Зачем нам это надо Вон есть какие-то Хорошие произведения И вот даже Вот послушайте Вот он сам на Фреспиано Играет свое произведение Насколько оно скучное Сколько оно Нелепое И вот 70% Того что написал Аркадий Михайлович Оно все такое Оно все для корзины И оно в корзину и уйдет В итоге Аркадий Михайлович У него конечно не жилье Ничего Видимо отбрасывал Ему дали какую-то сестру Которая за ним ухаживала За ним следила Как она говорит Он постоянно работал 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 В своем композиторстве И вот она пыталась Его как бы на улицу Выпроводить И вот она говорит Аркадий Михайлович Давайте вот Вам надо мусор выкинуть Вот она его одела Мусор вручила В карман ключи положила И отправила его на мусорку Что-то нету 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 Пропал Открывает дверь Выходит А он мертвый лежит Так вот и умер Аркадий Михайлович Вы знаете Аркадий Михайлович Еще конечно же Здесь Известен Своими Беседами Про музыку И эти беседы О музыке Они полны Когнитивными искажениями И вот этими Когнитивными искажениями Сейчас пользуется Парафеник Вовсю Ну вот представьте себе Как Аркадий Михайлович Проповедует Вот эти вот Когнитивные искажения Ну вот представьте себе Братья и сестры Мы можем себе представить Чтобы Иисус Играл на барабане И все в зале Начинать Насколько это абсурдно, что в церквах кто-то еще играет на барабанах Ну ведь это же понятно, я слушаю, что Иисус не может играть на барабане А как христиане могут играть на барабане? Ну представьте себе, Иисус играет на барабане Ну это же смешно И вы знаете, к сожалению, это когнитивное искажение Этим пользовался парафейник, этим пользовался вовсю гантоник Он высмеивал этого Иисуса на барабане играющего И вот эта толпа отделенных баптистов, которые вчера, вот эти немцы Которые действительно на плугах пахали еще только От цехи у них нет ни музыкальной базы, ни богословского кругозора Ни элементарной логики Им кажется, насколько это убедительно, что действительно Ведь барабаны, ну как на них, даже если не брать вам внимание, что это сатанинские изобретения Такие как саксофон для джаза Вот, то понятное дело, что Иисус не мог играть на барабане Поэтому нам нельзя играть на барабане Тут все просто И вот Аркадий Михайлович, человек с высшим образованием Учившийся в двух консерваториях Он опускался на этот уровень И он манипуляции, и он манипулировал К сожалению, это действительно был его такой уровень Аркадия Михайловича, что он позволял это себе Ну а что, скажите, вот вы можете себе представить Иисус Христос играет на фреспиано А может быть Иисус Христос играет на фаготе С фаготом, представьте себе Иисуса Христа Ну на флейте еще ладно, можно представить Иисус на флейте, да А на фаготе А может быть Иисус на тромбоне, тромбонистый Иисус Так может быть нам тромбоны запретить в братстве Фаготы запретить в братстве Фортепиано может быть запретить нам в братстве А Иисус дирижер, может быть нам и дирижеров запретить Понимаете, и вот эти вот все когнитивные искажения Они не имеют под собой почвы Поэтому они очень легко и разрушаются И тут непонятно вообще Какие аргументы должны против этого всего стоять И вот допустим, Аркадий Михайлович Мы должны на все Уметь попросить благословения Мы можем попросить Божие благословения На чтение романа? Нет Значит романы нельзя читать У нас не должно быть ничего мирского Вот там Я сейчас послушал это произведение И я побывал в театре Вот такие вот Выражения его Или как он любил говорить Ну вот украшать трупики Вот эта классика Она призвана украшать, улучшать А вот дети Они же духовно нерожденные еще И это он называл украшать трупики Это было так смешно Это так легко ложилось На этих необразованных братьев и сестер Им казалось, что это настолько логично И вот допустим Вот это выражение Гантоника Что Иисус он хлеб в жизни А что такое классика? А это пища свиней Вот понимаете Иисус это хлеб в жизни Это понятно Классика это же не от Иисуса Да, это мирское Соответственно классика это пища свиней Вот он говорит Вы знаете, а я вот хочу спросить А вот это я не жестко сказал Что классика это пища свиней Что музыка мира Музыка мира Это пища свиней Я сегодня задумался так А будет ли это грубовато? Или вообще это не подходит? Вот такое размышление И знаете, дело в том, что вот в этом вообще невозможно нигде остановиться Вот он начинает говорить, что классика это же тогда Это и мирское Это тогда похоть Это тогда получается уже и нецеломудрие Ну там говорит Вот есть же такое выражение Прелюбодеи и прелюбодейки То есть он говорит Сначала вы дружите с классикой Потом вы флиртуете с классикой Потом вы прелюбодействуете Вы поступаете в блуд В нецеломудрие То есть вы прелюбодеи и прелюбодейки Вот любой, понимаете, любой, а сейчас практически у всех, в отделенном братстве, дети играют в музыкальных школах классику, как минимум, да, классику Они все прелюбодеи и прелюбодейцы Все прелюбодеи и прелюбодейцы Вы знаете, вот Аркадий Михайлович, его как бы, он такой гений, такой умный Так если он такой умный, такой гений, тогда вы, тогда все прелюбодеи и прелюбодейцы Почему-то мы, знаете, отцеживаем вот эту информацию. И, понимаете, здесь невозможно остановиться. Невозможно остановиться. Вы знаете, он как сумасшедший, который начинает читать Библию. И вот как у Лескова говорится о том, что он до Христа дочитался. Есть у него такой рассказ «Однодумный». И там говорится про человека, который читал только одну Библию и до Христа дочитался. То есть он не воспринимает ничего, не другую какую-то там святоотеческую литературу или еще чего-то. И он до Христа дочитался. И в народе говорят, ну, это как синоним того, что он с ума сошел. Понимаете, так вот Гантоник, он действительно вот этот человек, который до Христа дочитался. И вот с таким же успехом можно вот и автомобили привязать, что прелюбодеи и прелюбодейцы ездят на автомобилях. Почему? Потому что автомобили – это же мирское изобретение, да? Это же не христианское. Это же не духовное изобретение. И все автомобили, так как это мирское произведение, то в нем есть дух мирского. Похоть, да? Автомобили делают же красивыми, желанными, похотливыми. Там такие гладкие линии, как у женщин, да? В женском теле. Такие изгибы все. Так может быть нам на автомобилях нельзя тогда ездить? Это же похоть. Тогда получается мы тоже прелюбодеи и прелюбодейцы. Понимаете, здесь невозможно остановиться. И гантовник, он просто куда-то проваливался в какой-то ад в своих вот этих размышлениях. И он дошел до того, что он там вот это говорил, что вот знаете, вот у меня было раньше, и любил играть ХТК Баха, да? Хорошо темперированный клавир, где там на каждую тональность свое собственное произведение. И потом он понял, что от этого надо отказаться, потому что это мирское, потому что я прелюбодей в этот момент, прелюбодействую, изменяю Иисусу Христу, изменяю Иисусу Христу. Мы же обручены Иисусу Христу, а мы, получается, прелюбодей. Значит, мы блудники, мы изменяем Иисусу Христу в этот момент, когда играем ХТК Баха. А потом через некоторое время оказалось, что Бах был христианин, и что во всех его произведениях зашифрована благая весть, через его диезы, через его интонации определенные. И про это потом Клочкова у нас на курсах рассказывал, знаете, вот ХТК Баха, это так вот Евангелие в нотах. Я потом к ней подхожу, а как же вот Аркадий Михайлович говорил, что это сатанинское произведение. Она такая, ну, понимаете? И знаете, это действительно происходит, как вот с Петерсом. Вот Петерс, он проклял все, музыкальные школы, он общие школы проклял. Дети в Приволжском объединении считалось грехом посещать общую школу. Он построил свои интернаты, он вообще запретил хора, потому что это вообще способствует гордости. Вообще не было ни хоров, ни оркестра. Петерс вообще просто, вот как Аркадий Михайлович на максималках, пер. Он отказался от этих, от молодежных общений, от вообще молодежных собраний. Всего должно быть, как у инок Иисуса. Вот у инок Иисуса же собирались все, вот и у нас все. По-моему, там чуть ли не от детских отказались собраний, понимаете? От всего отказался. А сейчас этот, понимаете, живет женщина. И такой веселый, простодушный мужичок уже, понимаете? И сколько он зла натворил. И вот Аркадий Михайлович, знаете, он как Петерс. И Овчинников, он еще как-то пытался что-то там, знаете, что-то про бескровную жету, ну хоть какой-то базис, чтобы не просто были какие-то когнитивные искажения, да? Какие-то, все построено на каких-то аллюзиях, сходствах, там еще чего-то. Он пытался какую-то теоретическую хоть базу. Гантонник вообще с этим совсем не парился. Он создавал такие яркие образы, и все начинают смеяться, хохотать. И вот он говорит, ну понимаете, музыка, она создана для наслаждения. А вот Фома Аквинский сказал, что если вот наслаждение, значит это греховное. А музыка, она же призвана улучшать человека, но не спасать. И вы знаете, вот ты учился у Мурова, да? Скажи, а у Мурова музыка, его третья симфония, его Тобольская симфония, это для того, чтобы украшать человека, просто наслаждать его слух. Ну ты человек, который учился, ты с высшим образованием музыкальным. Как ты можешь говорить такое о музыке? О музыке Мурова, которая выражала протест, которая протестовала, которая пыталась обратиться к священному писанию и найти там источник для спасения. Для этого коммунистического строя она бросила вызов и сказала, там спасение, в священном писании. Священное писание говорит о нашем сегодняшнем дне. И это писал, так скажем, мирской композитор Муров. И Аркадий Михайлович, он берет все и скажет, он говорит, вы знаете, вся мирская она, музыка, она должна способствовать улучшению, улучшать эти гробики, вот эта вот музыка свиней. Понимаете, он отучился у Мурова, но он ничего не понял. Он действительно, вот я не знаю, просто вот, я немножко поражаюсь уровню Аркадия Михайловича Гантонника. Он ничего не понял. И вот у Мурова, у него было такое выражение, клюква. Вот когда-то что-то такое безидейное, посредственное, ну просто вот музыка ради музыки. Он называл это клюквой. Вот Муров, он не писал клюкву, он был против клюквы. Вот у нас сегодня выдался случай в студии послушать фрагмент одного моего сочинения. Меня бы очень интересовало ваше мнение, насколько это сочинение, так сказать, светское или духовное, если условно разделить музыку так, сочинение делится. Вот. И высказать вообще свое отношение к эмоциональной, может быть, стороне и так далее, в общем. Если можно, так сказать, давайте послушаем. Давайте послушаем, да? Достой, молодец! Ого, истию, ложитесь огородицу! И поэтому он создавал эти сложнейшие произведения. А что в итоге-то получается, понимаете? Вот против Мурова боролась КПСС, вот эта партия, и Аркадий Михайлович, он превратился в итоге в это же самое КПСС. Он точно так же боролся с каким-то другим высказыванием в музыкальной жизни братства. Он превратился в эту партию, когда это формализм, это безидейно, это еще что-то, это наслаждает. Он сам превратился в то, что гнобило его преподавателя по композиторству, понимаете? И вот Ефремов в итоге, Ефремов все-таки победил этого гантовника и парафейника, когда они говорят, что это плохая, это вот эстрада, еще что-то. А Ефремов встал и сказал, вы знаете что? И просто их всех послал, понимаете? Вот просто послал, буквально послал. Ну вот выходит петь молодежь, и что мы слышим песня? Это стиль харизматических песнопений. Та-да-да, 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 вот эти повторы вводят человека в транс. Друзья, люди будут более сластолюбивы, им нужны эти эмоции. Братья и сестры, я слышал критику в отношении нашего пения, причем жесткую критику. Ну там молодежь спела, хороший псалом или хороший гимн. И вы знаете, на самом деле, если посмотреть на то, во что выродилось Братство Совета Церкви, вот эта музыкальная культура, это все клюква. Клюква! Вот понимаете, была вот эта действительно какая-то композиторская школа. Гантовник, Вера Ивановна Гусакова, Владимир Петрович Зинченко, которые очень мощно влились и начали двигать и развивать музыкальное дело. А сейчас-то все вернулось к клюкве, понимаете? Больших произведений больше никто не пишет, потому что это неинтересно, это не надо, сложно. Да уже все написано, хотя бы старая бы выучить, тут Аркадий Михайлович произведение настрочил, да? Куда уж там еще чего-то, да? И сейчас, и сейчас в этом братстве исполняют клюкву. Вот вы возьмите стихи, допустим, Александра Жиржова. Как хорошо, что солнышко есть, солнышко есть, и слава Богу, Богу, слава, слава Богу, и Иисусу, и Христу. И вот эти вот песенки штампуются, и штампуются, и штампуются, и штампуются. Однотипные песни. Вот приедем на композиторский семинар, однотипные песни. Слава Христу, Христу, слава, слава Христу, Христу, слава. Все в размере 12 восьмых, тра-та-та-та-та-та-та, все по квинтовому кругу, и пошло, и поехало. Все, что сейчас делается в Братстве Святой Церкви, это клюква. Среди этой клюквы есть произведение покрасивше, половче, это вот у Максима Парафинник, а на самом деле вот этой глубины, понимаете, вот Муров, вот он посреди этого всего пишет Третью симфонию, потом Тобольскую симфонию, и он пытается выразить новым музыкальным языком свежие мысли, противостоять, чтобы каждый человек зацепился своим ухом за это, донести слово, донести новый смысл, понимаете, чтобы не было никакой клюквы, чтобы человек это задело, чтобы он задумался о том, посмотри, ты атеист, мы живем в атеистическом государстве, а я тебе сейчас из Библии прочитаю, понимаете, насколько это было глубоко у Мурова, скажите, есть такая сейчас музыка, которая тебя зацепит за живое, прям зацепит, прям какую-то живую струну в Совете Церкви, нет, ты пришел на собрание, как на концертик, слава Иисусу, 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 слава И гантовник. Ефремов это порождение гантовника. Гантовник убил мысль на корню в итоге. И поэтому гантовник его и пожрал. Он произошел из гантовника и пожрал. Потому что нет глубины мысли. Глубины мысли нету в Совете Церкви. Все. Нету там никакой ни глубины, ни противостояния, ничего. Ты не имеешь права ни о чем говорить. Как это так? Что-то ты высказал. Все, что нужно, уже все сказали. Ты должен только перемалывать то, что уже сказали. Все это вот пришло просто к какому-то вырождению. Как бы мы могли бы, понимаете, как бы мы могли далеко продвинуть Братство Совета Церквей, если бы у нас не было бы вот этих вот установок, если мы могли бы мощно и динамично дальше развиваться. На какой бы сейчас высоте стояло бы это Братство. Но, к сожалению, гантовник со своим узким путем, который нужно еще узить. Он все это в итоге убил. И вы знаете, под конец я бы хотел снова вернуться к Лесковским праведникам. У него есть такой рассказ, Однодом, про вот таких вот колоритных персонажей. С одной стороны, вроде бы, как будто он действительно до Христа дочитался. В этом есть что-то по сравнению с тем, что творилось вокруг Лескова, православная церковь, да. Но с другой стороны, в этом есть какая-то ирония, что до Христа дочитался. Вот понимаете, вот человек, который оторвался от всего, как-то вот поглубился и зарылся и утонул. Понимаете? Вот этот вот сумасшедший, сумасбродный праведник, который делает много правильных вещей, но при этом куда-то идет вообще не в ту сторону. Ты вроде бы герой, и с другой стороны ты какой-то антигерой. И вот там вот Однодом, это вот молодой человек, и на ходу, и на отдыхе читал одну только свою Библию в затрапезном переплете. Он начитался ее в волю и приобрел в ней большие и твердые познания, легшую в основу всей его последующей оригинальной жизни, когда он стал умствовать и прилагать к делу свои библейские воззрения. И вот там говорится о том, что он выходил на болото и начинал проповедовать. Познавол стяжавшего и остел ясли господина своего, а люди мои неуразумеша. Семя лукавое, сыны беззакония. Что еще уязвляетесь, прилагая неправды? Всякая голова в болезнь, всякое сердце в плач. Чоми множество жертв ваших, тука агносов и крови юниц и козлов не хочу. Не приходите и явитесь ами и аще принесете ми семидал в суе. Кодила мерзость ми есть. Новомесячий ваших и суббот и дни великого не потерплю. Поста и праздности новомещащих ваших и праздников ненавидит душа моя. И так далее, и так далее. Вы знаете, это действительно проповедь Аркадия Михайловича Гантоника. Он настолько уже дошел до сумасшествия, читая Ветхий Завет и прилагая. Ну вот понимаете, если Бог в субботу убил человека, который ману собирал, почему мы не должны убивать людей, которые играют классику? Бог. Понимаете, вот он до этого доходил своим умом. Он доходил до какого-то сумасшествия. Действительно, как православные попы говорили, что надо забрать Библию простого человека, потому что он там до Христа дочитается. Человек, который, понимаете, как по оговорке, заставь друг друга Богу молиться, он и лоб расшибет. Человек, который отверг все корни. А вот Братство Совета Церквей, оно отвергло все корни. Вот у нас здесь Библия, и мы по ней сейчас до пути истинного дойдем. А то, что там есть мировой баптизм, то, что у вас там был проханов, то, что у вас было какое-то вероучение, это все не важно. У нас есть Библия, мы же на Библии стоим. И выкрикивал сирота Мульчуган, это горе-горе крепким, над пустым болотом. И мнилась ему, что ветер возьмет и понесет слова Исаии, и отнесет туда, где, виденные Езекиелем, сухие кости лежат, не шевелятся, не нарастает на них живая плоть и не живает в груди и слевшее сердце. Его слушал дуб и гады болотные, а он сам делался полумистиком, полуагитатором в библейском духе. По его словам дышал любовью и дерзновением. Знаете, каждая строчка Лискова, это все прям прогантовненько. Под тем же дубом, под тем же болотом, где Рыжов выкрихивал слова Исаии, горе-горе крепким, он однажды дождался духа, давшего ему мысль самому сделаться крепким, дабы устыдить крепчайших. И вот Аркадий Михайлович выходит на борьбу, с кем он только не сражался. Он сражался с жвачками и с разрезами на юбках, да. Вот он читал стих, что всякий скот, жующий жвачку с раздвоенными копытами, я говорю, вот здесь и про жвачку, и про раздвоенные юбки, боролся с эстрадой, боролся с музыкальной школой, он запрещал посещать музыкальную школу, боролся с хатекабаха, боролся с такими агентами дьявола, как Бальжик и Перебяковский. Как он говорил, что извините, братья, я стрелял по сатане, попал по вам. Он боролся с ритмом, он говорил, что всякий ритм это вызывание каких-то определенных духов. Он даже боролся со звонками в телефонах, которые играли классику. Он боролся со всеми жанрами, кроме жанров песен. Он узил христианский путь так, как его невозможно было узить, потому что он говорил, что в Библии есть эти крайности. Но если Бог в субботу убил человека, который собирал манну, куда уж тут еще более узкий, да, нам надо по этому идти, прям по этому узкому пути, чуть ли не убивать людей, которые в субботу собирают манну. И интересно, в народе про однодуман говорят, все же значит в нем есть вредная фантазия. А в чем она заключается? Библии начитался. Ишь, его дурака угораздило. Да, начитался от скуки и позабыть не может. Эки, дурак, что же теперь с ним делать? Ничего не сделаешь, он уже далеко начитан. Неужели до самого, до Христа дошел? Все, все прочитал. Ну, значит, шабаш. На Руси все православные знают, что кто Библию прочитал и до Христа дочитался, с того резонных поступков строго спрашивать нельзя. Но зато этакие люди, что иродивые, они чудесят, а никому не вредны, и их не боятся. Верховоды считали его поврежденным от Библии, а простецы судили о нем просто, что он такой некий этакой. Вот вы знаете, действительно, все вот это про Гантовника, что такие люди чудесят, а никому не вредны, и их никто не боятся. И вот эти лекции Аркадия Михайловича Гантовника о музыке, люди служат их и улыбаются, и им смешно, что-то они принимают, что-то они не принимают. Но вот эти вот крайности Гантовника, они, вы знаете, как-то не ложились. Вот если вот Петерс, к нему есть какая-то у людей обида, что он прям так вот загнобил, а к Аркадию Михайловичу как-то вот нету почему-то вот этой обиды. Знаете, вот он действительно какой-то какой-то юродивый святой, который дочитался до Христа, и вот несет, несет, а братья и сестры все вот это вот как-то вот отсеивают, отсеивают и оставляют для себя вот этот образ святого и уродивого, который идет, вытаскивает беруши из ушей, спрашивает, что, пусть спит, хорошо, пусть, пусть поспит, не надо его трогать. Вы знаете, вот нету на него никакой обиды за то, что он сотворил почему-то. Как-то вот остаются о нем какие-то светлые впечатления. Он действительно какой-то вот лесковский герой, он вызывает и симпатию, и антипатию одновременно. И, наверное, снова вернусь к этому слову, очарованный странник. Очарованный, да, чары. Вот Гантовник, он действительно очаровался этим братьям, он попал под чары этого братства. Вот самому по Библии дойти просто до каких-то невероятных глубин мракобесия просто, понимаете, до каких-то глубинных мракобесий, которые через некоторое время просто на раз-два переворачивались, что Бах, он христианин, зашифрованный евангельский. Как это все вот просто вот раз на два, и все перевернулось, и все занимаются в музыкалках, и все играют классику, и ничего здесь страшного нету совершенно, и все это какая-то ерунда, понимаете. Но Гантовник, он был настолько очарован этим всем. Он действительно был странником, который ушел, и он был какой-то вот иной человек. Да, вот он в своем пиджачке поверх кохты, вот он какой-то вот не имеющий здесь пристанищик, горько плачущий от того, что у него нет чувства дома, который стремился к отцу. Вот этот совершенно иной служитель среди других служителей, который является при этом совершенно не служителем. Он действительно странник среди этого братства, и при этом он очарованный. И мне кажется, вот это вот, есть какая-то здесь, ну как сказать, трагедия, и грусть, и с другой стороны радость, и какая-то теплота по отношению к нему. Поэтому это настолько действительно удивительный человек. Поэтому вот, не знаю как сказать, но мне кажется, вот лучше, чем Лесков, никто не опишет вот таких людей, как Гантовник, как очарованные странники.